всем добрейшее утро всем привет котики и новый день сегодня такое знаете пасмурное утро может быть к обеду распогодится но сейчас как будто какой-то туман стоит все расцвет там горит вообще прекрасный денек сегодня вроде как теплую погоду обещают я планирую сегодня урожай собрать потому что дальше обещают морозы ночью и потом фиг выкопаешь эту морковку вот и думаю убрать часть свеклы убрать морковь убрать дайкон в общем много планов наверно муж мне сегодня будет в этом деле помогать вот а пока мы идем вкусненько позавтракаем и увидимся с вами чуточку позже я всем желаю прекраснейшего дня великолепного настроения и и Продолжение следует... 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 вот нами сегодня будем подключать это большая 60 посудомойка поэтому на 14 комплектов посуды ну смысле у к у каждого там низко ложка тарелка ну я имею ввиду глубокую категорию миска глубокая тарелка плоская тарелка что там идет блюдце чашка ложка вилки короче вы поняли на 14 человек количество программ тут 7 тип сушки конденсационная наверно он везде такой класс энергопотребления а класс сушки а это все очень хорошо таймер то есть у нас например день-ночь электричество поэтому буду ставить на ночь весь день загружаешь ночью он стирает моет и утром достаешь чистую посудку индикатор луч на полу обязательно то что она очень тихо работает и так было бы непонятно а так будет лучик на полу и будет все видно и что тут еще дисплей сенсорный и третья корзина для столовых приборов никогда выбирали я кажется показывала вот они все кнопки здесь есть две кнопочки остальное сенсорно так выглядит внутри блины одной рукой не удобно держать потому что она без фасада не держится вот еще везде вот эти штучки чтобы ничего не помялось поэтому в общем тут верхний для приборов средний и самый большой я думаю мы часто будем пользоваться функцию половиной загрузки скорее всего то что ну если не не какой-то праздник или супер готовка то я вряд ли ее наполню целиком то что она очень даже большая как заведенный самого утра что-то делает делает все делает делает тут у нас были провода вот так валялись потому что была подключена морозилка переделал теперь ну там же отдельная розетка теперь все провода там сделал там розетку да да и теперь это уже отдельный остров на минуточку до вот я здесь готовлю бутерброды с сыром и колбасой как вчера такие только вчера был чеддер сыра сегодня гауда колбаса копченая финская вроде да это вот и белый батончик и пока поплавится с одной стороны поджарила намазала теперь жду пока с другой стороны поджарится хлебушек пользуем новую печку вовсю очень даже удобненько а еще когда устанавливали бойлер установили фигнюшку которая прилагается которая короче такой вот кончик еще синенький он для чего вообще нужен был вот это вот фигнюшка на бойлере клапан безопасности короче этот клапан так свистел вот это сегодня снял его потому что невозможно он так шуми раз когда включаешь воду такой свист стоит очень странная вещь еще он протекал и пришлось поставить бутылку потому что он капал короче бред какой-то мы его вообще сколько мы устанавливали до этого два или три бойлера ни разу его не ставили ну потому что слышали о таком что типа это фигня какая-то а тут решили что-то попробовать фигня это фигня какая-то лучше его не ставить сразу потому что потом приходится переделывать пришлось его снять еще устанавливает тут короче розетку прикиньте вот протянули мы закупили розетки не хватает чуть-чуть розетки просверлю тумбочки в общем чтобы подключить духовку полноценно без всяких проводов и подключить посудомойку вот здесь розетка моих леруа когда были купили все которые будут скрытые они как они называются заземлением но они такие не очень красивые но зато зато с заземлением да поэтому мы взяли везде вот где вот такая техника включена где розетки спрятаны везде вот такие на виду будем делать более симпатичные конечно ну как бы флане плоские более а так здесь везде которые купили ставим вот так что там уже происходит есть секрет этих бутербродов в самом конце их перевернуть я уже твои рецепты присвоила поэтому вот сегодня повторяю сейчас он чуть-чуть поджарится сырочек и можно снимать он не прилипает потому что он жирный он слипнется и все будет красота вот как-то так получилось приятного всем аппетита пока мы уже занят домашними делами знаете накрыла волна его желание что-то поделать по дому ну такое бывает у меня тоже бывает я там прибралась холодильнике и иду в огород но посмотрела сколько есть место хочу не замораживая сложить холодильник некоторый урожай а вот и кстати еще хочу показать что я вчера где я уже сделала уборку сейчас в общем выйду покажу я сегодня надела не куртку а пальто потому что погода сменилась у нас все-таки пасмурно как я и говорила вот видите какое небо затянуло но все равно плюс 8 но как бы сегодня пасмурно ветерок поэтому вот при оделась потеплее так вот здесь я вчера убралась он вижу еще одну табличку собрала все таблички полностью расчесала весь огород у меня тут осталось только вот немного капусты и все здесь полностью прибралась вот тут но еще тоже оставила капусту и все полностью везде разровняла соломку полностью подготовила вот этот весь участок к зиме ну кроме вот капусты чуть-чуть вот эта часть у меня готова тут еще конечно полно урожая но тут я сегодня заниматься не буду тут и мангольд растет и свекла но у нас тепло поэтому все прекраснейше растет вот эта грядка у меня практически все здесь собрано и зелень и лук разный вот тут свекла осталось тут брокколи цветная капуста ну и дальше все заполнено здесь у меня свекла морковь капуста черная редька редька дайкон потом зелень тут манголь шпинат вот вчера там собрала брокколи цветную капусту тут капусту и вот тут мы вместе поубирали кусты капустные брокколи я уже соломкой устелила вот эта часть вся готова вот там еще растет щавель и шпинат там чеснок поэтому еще не убрала в целом вот этот участок и у эркера уже к зиме подготовлены здесь пока всякое растет вот думаю наверное соберу остатки брокколи и цветной капусты и уберу вот эти кусты сегодня еще соберу какой-нибудь урожай у меня на этой грядке остался только тут который зайдет следующем году вот так в принципе все поубирала вот манголь срезала по краю здесь петрушку я уже тоже срезала вот и самый свеклый участок уже духовка готова у нас выставили выставили время она у нас полностью сенсорная то есть все кнопочки вот видите они все именно сенсорные есть какая-то видимо защита до от нажимания еще также вот как-то так духовка готова к использованию осталось всякие пленочки по выбирайте пупырки короче говоря мы пропустили с этим ремонтом мне даже не знали что он вышел ну как-то вот промелькнул этот момент что вышел и вышел третий сезон в африке и поэтому мы их смотрим кто-то смотрел первый второй мы прям вообще очень с удовольствием посмотрели вот сели и третий сезон смотреть тоже второй выпуск очень даже конечно интересненько в общем дивный вечерок смотрим сериальчики я вчера показывала мы сейчас смотрим белый лотос и шантарам и мы по кругу их миксуем посмотрим звезды в африке то белый лотос то шантарам так что на этих каникулах прям вообще мы специально оставляли кучу всего самого интересного что нам нравится чтобы сейчас это все смотреть решили отдохнуть сделать себе такие выходные деньки пока пока идут выходные есть такая возможность а вот кайфуем более или менее наладили быт и после выходных снова будем продолжать здесь все обустраивать так что вот такие дела спасибо что посмотрели этот влог провели этот день вместе с нами и увидимся скоро в следующих видео всем пока пока